Художник-любитель, журналист с большим стажем работы Сергей Волков разработал комплект почтовых марок. Они посвящены знаменательным датам и выдающимся личностям в истории. В его авторской коллекции 10 экземпляров. Последние из них посвящены 75-летию Победы, 85-летнему юбилею Ямала-Ненецкого округа и городу Лабытнанги. С автором общалась моя коллега Ирина Волокитина. Когда-то я делал передачу про первую ямальскую марку. Там художники, филателисты. Вот первая марка, она с этим, такая цветная. Я ее искал, но не принес. А вот я думал, что после этой передачи, когда я побеседовал, я решил, что я могу сам марки делать. Результатов долго ждать не пришлось. Одна из первых работ была навеяна образом легендарного Вадима Баваненко, именем которого названо одно из самых больших месторождений округа. Сергей Павлович проделал большое исследование, стремясь увековечить имя первопроходца для потомков, итогом которого стала почтовая марка. Ее оригинал хранится в Краеведческом музее, а последняя работа посвящена городу Семи Лиственниц. Вот марка, Семи Лиственниц. Ну, она тоже, я так думаю, она тоже связана. Вот в будущем году составляется 30 лет, как мне, начальник ГТРК «Ямалый регион». И так я сказал, переезжай, будешь собственным корреспондентом по городу Лабытнанге. Освоение Севера стало новой вехой в истории нашей страны и главным смыслом моей жизни, делится воспоминаниями Сергей Павлович. Работая журналистом, я объездил всё Заполярье. Месторождения открывались одно за другим. Становление стратегического региона страны вершилось на моих глазах. К юбилею округа его авторскую коллекцию пополнила новая марка. Не менее дорог автору экземпляр, посвященный Великой Победе. Прототипом стала фотография из личного архива времён Второй мировой. Целый год воевали, целый год воевали. И мама фотографа где-то в Киеве нашла и сказала, вот тут сфотографируйте их. То есть это ваша фотография? Да, это моя фотография и моя тётя. Нас поставили на стульчик, и чтобы мы не плакали, кто-то пел, нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Возле его дома стояли немецкие танки, в небе рвались снаряды. В детстве Сергею Волкову пришлось пережить все тяготы войны. Прошлое отражается в его творчестве, но лучшие работы ещё впереди, говорит художник-любитель. Легендарные марки давно перестали быть знаками оплаты за почтовое отправление, но их ценность в частных коллекциях и авторских работах лишь возрастает. Ирина Волокитина, Алексей Урженко, программа «Время местное».